Книга пророка Авдия. Глава первая. Видение Авдия. Так говорит Господь Бог об Едоме. Весть услышали мы от Господа, и посол послан объявить народам, вставайте, и выступим против него войною. Вот я сделал тебя малым между народами, и ты в большом презрении. Гордость сердца твоего обольстила тебя, ты живешь в расселенных скал, на возвышенном месте и говоришь в сердце своем, кто не зринет меня на землю. Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко, и среди звезд устроил гнездо твое, но и оттуда я не зрин у тебя, говорит Господь. Не воры ли приходили к тебе, не ночные ли грабители, что ты так разорен, но они украли бы столько, сколько надобно им. Если бы проникли к тебе собиратели винограда, то и они разве не оставили бы несколько ягод? Как обобрано все у Исава и обысканы тайники его. До границы выпроводят тебя все союзники твои, обманут тебя, одолеют тебя, живущие с тобою в мире. Едущие хлеб твой нанесут тебе удар. Нет в нем смысла. Не в тот ли день это будет, говорит Господь, когда я истреблю мудрых в Идоме и благоразумных на горе Исава. Поражены будут страхом храбрецы твои, Фиман, дабы все на горе Исава истреблены были убийством. За притеснение брата твоего Иакова покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда. В тот день, когда ты стоял напротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен, и иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребия в Иерусалиме, ты был как один из них. Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его. Не следовало бы радоваться о сынах Иуды в день гибели их и расширять рот в день бедствия. Не следовало бы тебе входить в ворота народа моего в день несчастья его, и даже смотреть на злополучие его в день погибели его. Не касаться имущества его в день бедствия его. Не стоять на перекрестках для убивания бежавших его. Не выдавать уцелевших из него в день бедствия. Ибо близок день Господень на все народы. Как ты поступал, так поступлено будет и с тобой. И воздаяние твое обратится на голову твою. Ибо как вы пили на святой горе моей, так все народы всегда будут пить, будут пить, проглотят. И будут, как бы их ни было. А на горе Сионе будет спасение. И будет она святынею, и дом Иакова получит во владение наследие свое. И дом Иакова будет огнем, и дом Иосифа пламенем, а дом Исавов соломою. Зажгут его, и истребят его, и никого не останется из дома Исава. Ибо Господь сказал это. И завладеют те, которые к югу, гороя Исава, которые в долине филистимлянами. И завладеют полем Ефрема, и полем Самарии. А Вениамин завладеет Галаадом. И переселенные из войска сынов Израилю завладеют землей Хананскую, до Сарепты. А переселенные из Иерусалима, находящиеся в Сефараде, получат во владение города южные. И придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава. И будет царство Господа.